Я хочу сегодня говорить на тему «Они безумны Христа ради». Ты безумен Христа ради? Они безумны Христа ради. И давайте вместе откроем, это Малахия, первая глава. Малахия, первая глава, первый стих, где написано «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию». Пророческое слово к этой церкви через пастора. И он говорит «Я возлюбил вас», говорит Господь. «А вы говорите «В чем явил ты любовь к нам?» И он говорит «Не брат ли Исаф Иакову?» Говорит Господь. «Однако же я возлюбил Иакова». А Исафа возненавидел и предал гору его опустошению и владение его шакалом пустыни. У Бога любовь ко всем. Библия говорит, что его любовь, она ко всем народам. Даже грешников Бог любит. И он ждет, когда они откажутся от греха. Он возлюбил человека и возлюбил все человечество. Он возлюбил каждого человека на земле. Но он говорит вот здесь, он описывает, что говорит Иакова, он возлюбил как-то иначе. Как-то иначе. У Бога есть вроде бы любовь одинакова ко всем, но к некоторым людям она как-то иначе. Я не знаю, замечал ты это или нет в своей жизни, но я видел много раз и в своей жизни, и в примерах других людей, и в библейских примерах, которые мы видим в Священном Писании, много разных примеров, когда Бог чуть-чуть иначе любил человека. Вроде всех любит, но одного чуть иначе. У Иакова сколько детей там было, да? Но вот Иосифа он чуть иначе любил. Он в цветных одеждах ходил. И вот, казалось бы, Бог так же нас всех любит одинаково, Божьей любовью. У Него Божья любовь, она безгрознична. Она всеобъемлющая, но некоторых почему-то Он любит чуть иначе. И я хочу стать тем человеком, которого Бог любит чуть иначе. Потому что к этим людям Он открывает чуть больше своего благоволения. К этим людям Он открывает чуть больше своей силы, славы, мудрости. Возьмем, к примеру, Давида. Вот Давид тоже был в семье, там было много братьев. И, казалось бы, там брат как брат, один из них. Но Бог возлюбил его по-другому. Он избрал и помазал его. Мы можем брать другие примеры. Мы можем взять Авраама, когда Бог берет и выводит его из ура халдейского. И Он открывается Ему, как Бог. Он говорит, Я Бог всемогущий. И вот что для нас является сегодня наш Бог? Или с каким сердцем и с каким почтением мы относимся ко Христу, к Иисусу? В 6 стихе, здесь же в 1 главе, Он говорит, «Сын чтит Отца и раб Господина Своего. Если я Отец, то где почтение ко Мне? Если я Господь, то где благоговение передо Мною?» Говорит Господь Саваоф. «Вам, священник, тебе славящее имя, вы говорите, чем мы бесславим тебя?» Он говорит, «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя?» Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? «Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой? И благосклонно ли примет тебя?» Говорит Господь Саваоф. «Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас». И я хочу, чтобы мы поняли, что Бог хочет определенные критерии поставить для нас, как для народа своего. Потому что Он любит нас. И Он хочет, чтобы наша любовь к Нему тоже в чем-то была выражена. Его любовь к нам выразилась на Голгофском кресте. Он целиком и полностью отдал свою жизнь. Он умер. Он отдал все, что у Него было. Все, абсолютно. И Он говорит, «Если вы говорите, что вы любите Меня, тогда я хочу тоже это видеть. Вы должны показать свое почтение». И когда Он обращается сегодня к народу Божьему через пророка Малахию, Он говорит, «Покажи это. Покажи это своей жизнью. Покажи своим решениям. Покажи своей жертве. Покажи своим служением. Покажи, что ты выражаешь почтение к Богу». В Иоанна в 12 главе, в 20 стихе, там написано, «Из пришедших на поклонение праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса. Нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческого». Я думаю, что в тот момент, когда они говорили Иисусу о том, что елены ищут Его, вот как ты думаешь, что наполняло сердце Христа? Кто-то те елены, кто знает из вас? Это варвары римские. И когда он слышал своими ушами, что они ищут Его, елены, эти варвары, язычники, ищут Его, и когда он видел, что народ Его, он не принимает Его, а варвары и елены, они ищут Его, они хотят видеть Его, я думаю, в его голове вот происходило иногда то, что происходит у нас. Мы ожидаем какого-то почтения к Богу от человека, а он закрывается и говорит, да он какой Бог вообще, что он сделал в моей жизни, по большому счету. Этого я достиг, этого я добился, я в церковь пришел, я это, я это, я это, и там я с большой буквы. И Иисус смотрит сегодня, Он говорит, послушай, а где мне место тогда в твоей жизни? И в чем ты выражаешь мне почтение? Тогда в чем выражено твое почтение ко мне? Он говорит, даже эти варвары и то ищут Меня. Они говорят, нам хочется видеть Иисуса. И мне сегодня хочется так, чтобы мы, знаешь, были в состоянии жажды всегда, не только вот эти вот семь дней поста, не только тогда, когда мы сегодня принимаем решение, отказались от определенной пищи, и мы сегодня ищем Его, и мы сегодня взываем, молимся, и мы проявляем в этом смирение, проявляем в этом жажду, мы хотим видеть Его, но я хочу, чтобы это происходило всегда в нашем сердце, чтобы сердце наше не менялось, чтобы мы всегда желали видеть Его, потому что здесь помазание изменилось, вы чувствуете? В эти семь дней небеса по-другому открываются. Это все из-за твоей жажды. Это все из-за твоего смирения. И если мы будем так же смиряться, так же жаждать, то тогда всегда будут открыты небеса. И Бог будет переводить из веры в веру, из славы в славу. И будет больше и больше помазаний, и будет больше и больше чудес, и будет больше и больше Его славы в этом месте во имя Иисуса Христа. А из-под порога храма течет река жизни в этот город, и город начинает меняться. И так он хочет видеть это почтение в делах. Почтение в делах. И когда мы идем дальше, мы видим Иоанна в 1 главе, в 13 стихе написано, что он пришел к своим, свои не приняли. А здесь варвары ищут, елены ищут. Мы, говорит, жаждем. Мы хотим видеть. Нам хочется видеть. Нам хочется. Есть вот люди, которым хочется видеть всегда Иисуса в своей жизни. Мне всегда хочется видеть Христа в своей жизни. Всегда. Я не представляю жизни без Него. Как вот можно жить без Него? Раньше, может быть, и представлял, как-то проживал, но сегодня не представляю. Я не представляю, как можно сегодня жить без Него. И мне всегда хочется во всем видеть Его, что Он рядом, что Он мне помогает, что Он благословляет, что Он дает мне опору, твердую опору, твердое основание, на котором я сегодня могу стоять и что-то делать на этой земле во имя Иисуса Христа. И Он говорит, пришел к своим, свои не приняли. Но тем, которые приняли, дал власть называться чадами Божьими. Дал власть называться чадами Божьими. И Он сегодня также каждому из нас, мы, как те елены, как варвары, как язычники, пришли к Нему. И сегодня из этих еленов, те, которые хотят видеть Иисуса, у них есть власть познавать Бога, у них есть власть совершать дело Божье, у них есть власть что-то творить на этой земле, быть соучастниками Божьих чудес, быть соучастниками Божьего творения в это последнее время. Те, которые жаждут, те, которые хотят видеть Его всегда, в их жизни Бог делает чудеса. Те люди, которые пассивно относятся, не ищут Его как-то вот лояльно ко всему, и ничего не происходит. И поэтому у них вопрос, а что тут делать? Что тут держит? Меня держит здесь Иисус. В первую очередь, меня держит здесь Христос. Иисус, потому что все вокруг Него завязано, все вокруг Него, Он в центре всего. И если Его убрать из центра, вообще все развалится, как карточный дом. Иоанна 20, 30 стих. Написано, многое сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге Семь. Многое сотворил. Скажи, многое сотворил? И мы этого не знаем, понимаешь? Это не написано в книге. Это нам не сообщается. Но Иоанн говорит, Он много сотворил, намного больше, чем ты читаешь. И поэтому, когда мы сегодня служим Богу, когда мы сегодня также хотим видеть Его, когда мы сегодня также что-то делаем для Него на этой земле, Он сегодня также хочет, Он готов, Он делает эти чудеса через тебя. Он сегодня хочет тебя поднимать. Он сегодня хочет через тебя что-то делать на этой земле. одевать людей, кормить людей, исцелять больных, высвобождать пророческое слово, делать что-то он хочет, и он ищет жаждущих, которые жаждут видеть его, которые хотят видеть его, которые хотят слышать его, которые хотят служить ему. И вот эти люди дороги, он говорит, послушай, Исаф и Иаков это два родных брата. Однако, говорит, я одного Иакова возлюбил, Исафа возненавидел. Два родных брата от одних родителей. Два родных брата. На одном, одно благоволение, на другом. И вот что будет в нашей жизни завтра? Что? Я уверен на сто процентов, если мы сегодня ищем его, если мы сегодня возлюбили его, если мы сегодня служим ему, если мы сегодня отдаемся ему, то тогда завтра будет вот это благоволение. Завтра его любовь раскроется еще больше. Завтра он начнет делать какие-то чудеса, о которых говорит Писание, что он много чудес сотворил. И Писание нам не описывает их. И мы станем свидетелями этих чудес. Мы, ты и я, мы станем свидетелями этих чудес. Я приведу один пример. Это Марка 14 глава. Написано, «И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира. Ибо можно было продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее. Что ее смущаете? Она добрая сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой. И когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете». Представь ситуацию. Опять та же самая история, когда он говорит, к своим пришел, свои не приняли. А елены и варвары, они говорят, «Мы хотим видеть Иисуса». Он пришел в дом Симона Прокаженного. Казалось бы, там, евреи, это свои. Для Бога Отца это свои. Это его народ отделенный, который он благословлял, который он вел, который он всячески покрывал милостью, давал им манну с небес и делал всевозможные чудеса. И вот на глазах у всех заходит эта женщина, которая берет этот алавастровый сосуд. Ты представляешь ее мысли? Давай просто представим ее мысли, когда она шла к этому дому. Потому что в другом Евангелии написано, что она, когда разбила этот алавастровый сосуд, она вместе со слезами отирала или натирала тело Христа. В одном Евангелии написано голову, она этим маслом помазала Христу, в другом Евангелии написано ноги, ну то есть, так или иначе, от головы до ног. Она приготовляла тело. Там написано, в другом Евангелии, она говорит, «Приготовляет тело мое». Она приготовляла тело. Но что есть тело Христа, скажи мне? Что есть тело Христа сегодня? Это церковь. И она вот этим, что она сделала, она приготовляла тело. С одной стороны, мы видим, что она приготовляла тело Христа к распятию. С другой стороны, мы видим, что она приготовляла тело Христа как церковь сегодня. Она своим поступком увещевает сегодня нам, как мы должны с трепетом, с почтением относиться ко Христу. Вот представь ее мысль, она идет в этот дом. Она просто узнала, услышала, что он в этом доме. Там не было какое-то собрание, это не была синагога, это не была суббота. Она не шла на проповедь, она просто услышала, что где-то вот в ближайшем доме, на улице, на какой-то, может быть, ближайшей, а может быть, это и была не ближайшая улица, нам это неизвестно, но она знала, что он будет в этом доме. Она взяла самое дорогое, это лавастровый сосуд. И она шла к этому дому. Какие мысли у нее были в голове? Все, что она хотела, она хотела видеть его. Она хотела прикасаться к нему, она хотела сделать эту невероятно большую жертву для него. Когда мы сегодня, как церковь его, идем в дом Божий, мы же понимаем, что здесь всегда звучит его голос. Мы знаем, что здесь его присутствие. Мы знаем, что здесь всегда Бог что-то делает. По большому счету, многие из нас видели это в своей жизни. Когда Бог что-то менял здесь, в этом месте, и пророческое слово нам говорил, и чудеса какие-то совершал, и исцелял людей, и переводил на новый уровень, и так далее. И когда мы идем сюда, что в нашем сердце? С чем ты идешь сюда, в дом Божий, навстречу с Ним? Вот она шла навстречу с Ним. Она взяла самое дорогое и шла туда. Когда разбила лавастровый сосуд, это было настолько, видать, для нее ценно. Одновременно ценна встреча с Ним, и одновременно ценный этот лавастровый сосуд. И она со слезами. Есть такие, знаешь, жертвы, которые со слезами. И есть такие вещи в нашей жизни со слезами. Они связаны, радость со слезами. И вот она разбивает этот лавастровый сосуд. Учините все в замешательстве. Это опять повторяется Иоанна 1 глава, где говорит, свои не приняли. Ропот подняли на нее. Ропот подняли. Она говорит, да она безумная вообще. Что она творит? Взяла и расколотила этот лавастровый сосуд. Это же мира драгоценная. Оно же немало стоит. И она разбивает у ног его. И люди не поняли ее. Они начали роптать. Иуда говорит, можно было бы кормить нищих, там 300 человек. А в другом Евангелии, Евангелие Таана написано, что он так сказал не потому, что он думал о нищих, а потому, что он был вор. И вот эти вот всякие разные, знаешь, ситуации, которые вокруг Христа. Представляешь, ученики, которые рядом с ним, они ели, они спали, они ходили каждый день, они видели чудеса. Он успокаивал штормы, он кормил голодных, он делал какие-то вещи, он воскрешал мертвых, он исцелял больных, он изгонял бесов. И они соглашались, что это как бы на самом деле чудеса, что это может делать только Сын Божий, это может делать только Бог. Он прощал грехи. А прощать грехи может только Бог. И когда они увидели, что она разбивает алавастровый сосуд, а они не приняли это, у них поднялся ропот. Ропот. Ропот поднимается от того, что у нас есть твердыни. У нас есть твердыни. И эти твердыни, они мешают нам жить, они мешают нам смотреть на какие-то вещи, которые в Божьих глазах нормальные. То есть он смотрел на нее, он говорит, что так удивило вас. Вы нищих всегда можете кормить. Они всегда вокруг вас, они всегда с вами. Они всегда. И когда ты хочешь, можешь благотворить и давать им. Но, говорит, вы меня не всегда имеете. Вы понимаете или нет? Он говорит, вы меня не всегда имеете. Есть время и случай под небом. Есть момент такой, когда Господь приходит и говорит какие-то вещи. Есть момент такой, когда происходит невероятная встреча с Ним. Есть судьбоносные перекрестки в жизни. Есть судьбоносные моменты встречи с Ним. И когда ты принимаешь, либо ты отвергаешь. И вот они отвергали, потому что твердыни не давали принять. Они не понимали, что она делает. И они начали, не то, что не понимали, они даже осуждали это. Что такое Иисус, который есть Бог всех богов? Что такое Его милость? Что такое Его слава? Что такое Его царство вечное? Что такое жизнь, которую Он может наполнить, и она просто расцветет? Как это иссохшая палка в пустыне? И что такое лавастровый сосуд? Да какая разница, сколько он стоит? Но как это можно вообще сравнить? Но из-за твердынь, которые были у них, они не могли вместить это. Запиши. Первая твердыня, с которой они столкнулись, это то, что мучает сегодня народ Божий. Это то, что не дает нам продвигаться вперед. Это то, что держит нас и сдерживает наш рост. Это твердыня называется «Мне достаточно». «Мне достаточно». Люди, которые живут в этой твердыне, они не могут расти, потому что они поставили себе здесь ограничение, блок так называемый. У них есть определенный потолок в познании Бога. И они говорят, «Мне этого достаточно». «Я хожу в церковь, мне этого достаточно». Иисус за меня умер, мне этого достаточно. «Я просто спасен, мне этого достаточно». «Я в чем-то познал Христа, мне этого достаточно». То есть «мне этого достаточно», они говорят. И поэтому они не понимали, что она делает. Потому что твердыня «мне достаточно», она не понимает этого. А у нее была обратная реакция. «Мне этого недостаточно». И поэтому она пришла с алавастровым сосудом Потому что, говорит, мне этого недостаточно То, что я вижу Христа в синагогах То, что я вижу, как Он проповедует То, что я вижу, то, что Он делает, чудеса Может быть, какие-то даже в моей жизни сделал, в твоей жизни сделал Но кто-то говорит, мне этого недостаточно Я хочу видеть больше Потому что я рожден для большего Потому что я понимаю, я слышу Бога Я понимаю, что что-то больше Он приготовил Я иду дальше Ты говоришь, нет, мне этого уже недостаточно И ты начинаешь разрушать, крушить эту твердыню Другая твердыня Другая твердыня Она называется Я маленький Или это не мой уровень Это другая твердыня Матфея 14 глава 15 стих написано Когда же настал вечер Приступили к нему ученики его и сказали Место здесь пустынное И время уже позднее Отпусти народ, чтобы они пошли в селение И купили себе пищу Ученики ему сказали Совет дали Но Иисус сказал им Не нужно им идти Представляешь, сколько у них было вопросов А потом добавил Вы дайте им есть Они же говорят ему У нас здесь только пять хлебов и две рыбы Он сказал им Принесите их мне сюда И велел народу возлечь на траву И взяв пять хлебов и две рыбы Возрел на небо Благословил и преломил Дал хлебы ученикам А ученики народу И ели все и насытились И набрали оставшихся кусков Двенадцать коробов полных А евших было Около пяти тысяч человек Кроме женщин и детей И вот это вот твердыня Я маленький Или это не мой уровень Они смотрели на этих людей Они смотрели на эту проблему Они смотрели на то, с чем они столкнулись И они говорят Да это нереально Как? Надо отпускать их в общем Надо их отпускать Пусть идут и где-то едят Иисус говорит Им не надо никуда идти Вы дайте им Они как бы подожди Ты Бог, ты и дай Вот там написано Манну давал Вот там написано Перепела прилетали По голосу твоему Вот ты и дай Он говорит Нет, вы дайте им есть Вас есть нечто большее Чем вы, говорит, понимаете И вот Бог хочет перевести нас На новый уровень Во-первых Разрушить твердыню Это достаточно И показать тебе Что у него есть Новый уровень Во-вторых Он хочет показать Что именно через тебя Он хочет это делать Через тебя Не через кого-то Иисус говорит Вы дайте им есть Вы дайте им есть Они говорят Да что тут есть-то Тут пять хлебов и две рыбы А народу Пять тысяч не считая Женщин и детей И он показал пример Он преломил Возблагодарил И это начало умножаться Как это происходит Откуда кто знает Вот кто знает Как это произошло Я не знаю Я знаю одно Это происходило И это происходит До сих пор И мы это видели И мы это видим И мы это будем видеть Потому что Бог не меняется И он хочет Чтобы мы уверовали в это И чтобы мы Сами стали теми людьми Через которых Он готов будет Кормить Через которых Он готов будет Творить Через которых Он готов будет Что-то менять на земле Во имя Иисуса Христа И он говорит Вы будете первыми Он не говорил Что я только буду первым Вы будете вторыми Он говорит Вы будете первыми Вы будете головой Не хвостом Он говорит Вас я поставлю На высоту И вы никогда Не будете внизу Он говорит Это своему народу Убеждая их Разрушая эту твердыню Что ты не маленький В боди Ты уже другой Ты другой Умеешь статус Ты другой Умеешь влияние Ты другой Умеешь ускорение Ты другой Умеешь помазание Ты другой Умеешь изобилие Ты другой Ты другой Ты должен посмотреть На себя Другими глазами Ты другой Из-за него Когда он наполняет тебя Ты другой Или другая И тебе то Что вчера было невозможно Сегодня возможно Из-за него И когда ты сегодня Становишься Вот этим иным творением Иным человеком Который сегодня Разобрался с твердыней Мне достаточно Который разобрался С твердыней Что ты уже Не маленький Что это Там Проблема Или что-то еще Это уже Твой уровень И каждый новый уровень Проблема Это твой уровень Которому ты готов Ты думаешь Откуда вот Одна проблема решилась Другая пришла Еще больше чем та Потому что ты вырос Ты вырос И Бог тебя ставит Перед этой проблемой И Он говорит Эта гора Тоже понизится Тоже понизится Потому что Я дал тебе помазание Чтобы ты это делал И Он хочет Нас поднять Через это И мы не должны Бояться проблем Мы должны Побеждать проблему Мы должны понять Что через это Он пытается Нас Усовершенствовать Он пытается Нас Самоутвердить И показать нам Что мы способны Разбираться с великанами И поэтому Вот эта твердыня Он крушит ее Потому что Если ты в глазах Людей Как саранча Ты никогда Не наполнишь И не завоюешь Обитованную землю Ты никогда Не войдешь В свое предназначение Ты только Останешься Где-то в пустыне И Господь говорит Я приготовил Для вас Эту обитованную землю И Он хочет Сегодня везти туда И нас И наших детей И внуков И правнуков До тысячного рода Во имя Иисуса Христа Итак Процветание Которое Бог дает Он говорит Я хочу дать через тебя Он говорит это им Через тебя Вы дайте им Они говорят Ты вроде дай Он говорит Вы дайте им Пусть они идут Нет Пускай они никуда не идут Вы прямо сейчас Дайте им Это был для них экзамен Для них это было Непонятно Нереально Они не понимали этого Но Господь говорит Я разрушаю Эти твердыни Я хочу Чтобы ты был Свободен от этого Вы дайте им Есть И когда мы Соглашаемся С этим Когда мы Понимаем Что это действительно Наш уровень Мы начинаем По другому Жить По другому Поступать И вот это Вот отношение К Христу Каково оно От нас Что мы Сегодня готовы Делать для Него Как мы Сегодня можем Самовыразить Свою любовь В чем она будет Выражена Апостол Павел Он выразил Свою любовь Так 1 Корифянам 4 глава 10 стих Он говорит Мы Безумны Христа Ради Вот В чем он Выразил Свою любовь Мы Безумны Христа Ради А вы Мудры Во Христе Мы Немощны А вы Крепти Вы В славе Мы В бесславе До ныне Терпим Голод Жажду Наготу Побои Ститаемся Трудимся Работая Своими руками Злословят Нас Мы Благословляем Гонят Нас Мы Терпим Хулят Нас Мы Молчив Мы Как сорт Для мира Мы Как прах Всем Попираем До ныне И я Хочу Чтобы Мы Поняли Что Некоторые Люди Они По-другому Относятся К Христу Он Говорит Мы Безумны Христа Ради И вот Некоторые Люди В Библии Почему Мы Начали Говорить О том Что Почему Он К некоторым Другое Испытывает Чувство Любви Он Вроде Всех Любит Ко Всем Божественная Любовь Проявлена Но К некоторым По-другому Иакова Говорит Возлюбил За что Возлюбил Он Обманщик Был За что Возлюбил Потому Что Он На первое Место Первородство Поставил Отношение С Богом Благословение Авраам Пошел Просто За голосом Божьим За Богом Не зная Куда идет Написано И шел Считался Написано Сыновьями Своими Он Считался По этим Пустыням Он Считался В поисках Города Которого Художник И строитель Бог И люди Глядя на него Что они говорили Они говорили Безумные Просто безумные В Христа Раде Глядя на Давида Можно сказать То же самое На какие Он был Способен Жертвы Глядя на Других Людей На апостола Павла На эту Женщину Салавастровым Сосудом Также Можно сказать Они безумны Христа Раде Сегодня сезон Когда Бог хочет Что-то великое Делать Мы все Кричим Мы все Радуемся Да Через меня Бог Будет делать Но каким Образом Ты подумай Он говорит Вы Дайте им Есть И они Ходили И раздавали Эти хлеба Они Своими руками Своими ногами Это делали И потом Когда Иисус Ушел на небо Тем Петра Исцеляло И потом Когда Иисус Ушел на небо Петр Подошел К этому Инвалиду Который Сидел Возле Храма Написано В Деяниях В третьей главе И он говорит Нет у меня Ни серебра Ни золота Но то Что имею Он имел Познание Он имел Помазание Он имел Понимание О том Что Христос Велитий Всемогущий Он разрушает Проклятие Он разрушает Болезнь И он говорит То что имею То даю тебе Взял за руку И говорит Встань и ходи И поднял его Когда апостол Павел Встал над этим юношей Который умер Помолился Он говорит Да он не умер И он воскрес И таких чудес Очень много Понимаешь Когда они разрушили Эти твердыни Что нас сегодня Будет сдерживать В чем нас дьявол Будет сдерживать В этих твердынях Он будет делать Все возможное Чтобы мы остались В состоянии Мне достаточно Все Ты пришел Прошел какой-то Курс реабилитации Перестал быть Зависимым человеком И говорит Мне достаточно Еще вот одного Не достает Жениться надо Женился Вообще Все Зажрел И что сейчас будет Да буду ходить В церковь По воскресеньям И что еще Да ничего Мне достаточно Мне достаточно А Бог говорит А я для тебя Великую судьбу Приготовил Человек говорит Да мне это не важно Мне достаточно И твердыня Не дает Шагать вперед Не дает Овладеть Новыми территориями Не дает Чтобы Бог Ввел в новое Что-то И когда Давид Знаешь Это один из примеров Первый Паралипоминон 29 глава Когда Давид Стоит перед Народом Божьим Соломон Сын мой Которого одного Избрал Бог Молод И малосилен А дело сие Велико Потому что Не для человеков Здание сие А для Господа Бога Всеми силами Я заготовил Для дома Бога Моего золото Для золотых вещей Серебро для серебряных Медь для медных Железо для железных И дерева для деревянных Камни оникса И камни вставные Камни красивые И разноцветные И всякие дорогие камни И множество мрамора И еще по любви моей И еще по любви моей К дому Бога моего Есть у меня сокровище собственное Из золота И серебра его И я даю его Для дома Бога моего Сверх всего Что заготовил И для Я для святого дома Три тысячи талантов Золота Золота Афирского Семь тысячи талантов Серебра Чистого Для обложения Стен в домах Для каждой Из золотых вещей И для каждой Из серебряных И для всякого Изделия рук Художничеств Не поусердствует ли еще Кто жертвовать Сегодня для Господа И стали жертвовать Начальники семейств Начальники колен Израилевых Начальники тысяч И сотен Начальники над Имениями царя И так далее Там Описывается Что они приносили Но здесь важная Есть молитва Которой молится Давид И он говорит Двенадцатый стих Нет Одиннадцатый Твое величие Твое, Господи Величие и могущество И слава И победа И великолепие И все, что на небе И на земле Твое Твое, Господи Царство И Ты превыше всего Как владычествующий И богатство И слава От лица Твоего И Ты Владычествуешь Над всем И в руке Твоей Силы и могущества И во власти Твоей Возвеличить И укрепить все И ныне, Боже наш Мы Славословим Тебя И хвалим Величественное Имя Твое Ибо кто Я И кто народ Мой Что мы имели Возможность Так жертвовать Кто Я И кто народ Твой Что мы имели Возможность Так жертвовать Но от Тебя Все И от рути Твоей Полученное Мы отдали Тебе Потому что мы Странники Пред Тобой И пришельцы Как и все Отцы наши Как тень Дни наши На земле И нет ничего Прочного И там Когда они Начали приносить Это Там написано Что весь народ Они радовались Они Радовались Они веселились И они Принимали это Всем своим сердцем Что действительно Мы на земле Странники И вот здесь Господь Знаешь Тоже Как бы Готов Многое дать Но если Твое сердце Скупое Он говорит Ну как бы А что тогда дать Пока мехи новые Не будут Но вина Невозможно Туда вместить К чему я веду Друзья Господь мне сказал Господь мне сказал Что У нас Сезон Сезон Где мы должны Видеть чудеса Сверхъестественного Вмешательства Бога Сезон Когда мы должны Видеть Сверхъестественное Излияние С небес Но в этом Сезоне Должны быть Те люди Которые Открыты Сегодня Для Бога Они Безумных Ресторан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И ты И ты Ты И ты И ты И Ешуа А, 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 ясу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok